Три угла галстука как нерушимая связь трех поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров – вспоминает свой первый школьный галстук Михаил Шибаев. Носить его было почетно и ответственно. Время шло, началась работа, где галстук вновь стал неотъемлемым атрибутом. Сейчас его небольшой коллекцией может позавидовать любой модник. Яркие и пастельные, однотонные и с узорами. Часть покупал сам, некоторые дарили друзья, родственники и даже благодарные читинцы. Мероприятия различные. Конечно, на субботник галстук не одевай. Но если в выходной день есть церемония открытия спортивного мероприятия на территории района, либо даже на территории города, то, конечно, одеваем белые рубашки, одеваем строгие темные цвета галстуков. Но, допустим, такие даты, как 9 мая, 23 февраля, связанные с памятными датами. У меня есть специальный галстук, он довольно-таки широкий, он красного цвета. И в память того, что я вырос именно в эпоху СССР и был пионером, был октябренком, пионером, комсомольцем. И для меня это, я считаю, что я горжусь, что я именно в то время вырос и в то время формировался как личность. Мысли избавиться от коллекции мужских аксессуаров никогда не возникало. Ведь они копились по долгу профессии, а сейчас стали памятью о событиях или конкретных людях. Я их оставил, потому что много места не занимает, но все равно это история. Я своим детям, когда тоже рассказываю о чем-нибудь, тоже есть возможность. Я этот галстук достану, покажу. Ну и я думаю, что мой сын подрастет скоро, и нужно будет ему галстук. Вот один из галстук как раз ему подойдет под школьную форму. Почему бы и нет, если он будет одевать, да, и с гордостью носить галстук своего отца. Важен для главы Ингодинского района не только цвет, но и ширина галстука. Этот предмет гардероба, по его словам, помогает ему настроиться на рабочий лад, а иногда и расположить в себе собеседника. Галстук в моей жизни, я говорю, это, ну, как не друг, но это все равно, это элемент меня. Это по галстуку все равно можно отслеживать. Даже я, глядя на какое-то видео свое, да, в архивах, иногда бывает, мы возвращаемся, что-то с мамой просматриваем, где-то со старшими дочерями. И даже видно, ну, в каком я был галстуке, кем я был на тот момент. И, ну, таким образом видно, как даже я формируюсь, как я меняюсь во взглядах. Поэтому, ну, это, скажем так, штрих моего характера, штрих моей души. А чем является этот атрибут для читинцев, мы решили спросить у них лично, а заодно проверить их сноровку. Определенная это часть костюма мужского, наверное, которая, ну, подчеркивает его определенную мужественность, поэтому, как бы, с детских лет, начиная с начальной военной подготовки, когда в школе проходили, нас, видимо, приучили, вот с тех пор так и воспринимаем. Я надеваю галстук, ну, в каких-то обычных, торжественных случаях и так далее. У меня несколько галстуков хороших, мне их дарят, но ношу очень мало. Я вот, видите, сейчас буду занять, ну, вот так вот, как-то свободнее, кажется. Как выяснилось, мужчины в чите профессионально завязывают галстук как на шее, так и на весу. На себе не смогу, смогу на вас. Давайте на мне попробуем. Женщины делают это нежно и весьма искусно, так как практикуются на сыновьях и мужьях ежедневно. Главное, говорят, всегда делать это в хорошем настроении, иначе могут и подзатянуть. Григорий Анипер, Павел Карпов, РТК Забайкалье.